Ребята подтащили. Несторые носильщиков в Непале называют шерпами, так вот это неправильно. Правой рукой и по часовой стрелке. Пошли как-то не тем маршрутом. Эта гора, по всей видимости, монослов. Решили на обед немножко шикарнуть. Тормили собаку, покормили, стрелка чистая. Вот, полная автоматизация. День трекинга номер два. Вечером мы договорились. Вчера хотели 5.30 завтрак. Она очень удивилась. Короче, договорились на 6. Время 6, никого нет. Кипятим себе чай сами. Сейчас конфетками попьем. Если никто не появится, наставим на денежки за ночлег и за ужин. И уйдем. Свежо было ночью. Ну как, в спальнике нормально, но просто высота еще 2000 нет, а уже свежо. Что будет там ближе к 5000? Не страшно подумать. Там реально уже минус 10 ночи точно будет. Внутри помещения. Как ощущения? Не ври. Плечи отуваливаются. В общем, мы вышли в 35 минут седьмого из карты. Ну как раз хозяйка проснулась, кашу нам варила, но поздно уже. Все. Мы идем. В ближайший центральный пункт Дарапань. Вроде как 40 минут ходьбы, посмотрим, сколько займет у нас. Болят ноги и плечи. Началось колхозе утро. С тобой он собаку поиграться хочет. Перчатку тебе принесла. Водила за рулем грузовика, сидится под честью. Дошли до Дарапани, аж за 35 минут. Хотя от карты можно было идти другим берегом. А не по дороге. Чекпост после Дарапань. Во, ребятка тащили. Вообще народности, которые проживают в горах Гималаев, считаются одними из самых уносливых в мире. Кстати говоря, некоторые носильщиков в Непале называют шерпами. Так вот это неправильно. Так как шерпа это одна из многих национальностей Непала. В Непале в принципе нет такой национальности, как непалец. Если в долине Кадманду проживают донным образом индийцы, то в горных районах такие народности, как шерпы и гурунги, например. Если шерпы проживают в районе национального парка Сагарматха, то в районе Кольца Анапурны проживают как раз гурунги. И гурунги считаются элитой индийской и британской армией. Нас обограла большая группа трекеров и портеров. Ну я как бы так же стою. Идем? Да, тогда закончили. Закончили упражнение. Вот и солнышко выглянуло. Фидстоп небольшой. Не знаю как так, но судя по показаниям МЭП-СМИ программы, мы уже прошли 4 километра от карты. За 1,5 часа. И до... Куда мы идем? До Тиманго. До Тиманго осталось 4,5 километра. Мы вообще планировали сегодня там как бы заночевать. Но что так будет хорошо идти здесь. Мы там, наверное, к пагетами пойдем дальше. Намастай. Да. Вон, показались уже горные вершины со снегом. Это уже, наверное, больше 6 тысяч. Деревенька Багар Чхаб, что ли. Как так называется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, следующее. Сейф-дринкинг-вотер-стейшн, где можно воды фильтрованной набрать. Что мы сейчас и делаем. На удачу. Все буддистские и религиозные сооружения обходятся с левой стороны. Если говорить о молитвенных барабанах, то крутятся они только правой рукой и по часовой стрелке. Правой рукой, потому что левая рука считается нечистой. Вообще, будет такая религия удобная. При обороте барабана множество мантр Ом Мани Падми Хум уносится в небеса. То есть, можно не париться там, молиться где-то что-то. Барабан прокрутил и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА